15 сентября на праздник иконы Калужской Божьей Матери меня дважды обокрали. Сначала в храме украли кошелек, а когда после литургии вернулась домой, то услышала, как на огороде кричит моя соседка Клава, «Караул украли!» Клава плохо слышит, почти глухая, а потому не разговаривает, а кричит. Повод же для крика был такой. Оказывается, ночью с моего огорода похитили 30 кочанов капусты. — Ну и что? — Да у меня этой капусты целое поле, кричанов 200 или больше, не знаю. Это Клава знает, сколько у меня капусты, куры цеплят. Клава считает меня непрактичной, а потому усиленно опекает. Приносит, например, пузырек с зеленкой и говорит, давай твоих кур зеленкой пометим. — Это зачем? — Что бы ни украли. Вон, Пахомова на твоих кур к себе в курятник приманивает. Как докажешь, что куры твои? — Да не буду я ничего доказывать. — Простодыра ты! — возмущается Клава и в порядке борьбы с хищениями регулярно пересчитывает моих кур. Кстати, появлением кур я обязана Клаве. Подарила ей на Пасху платок, а она принесла мне в подарок 50 инкубаторских однодневных цеплят. — Куда столько воспротивилась я? — Да они ж передохнут, — сказала Клава, — но некоторые все-таки выживут. Цыплята были похожи на цветы. Но вот бегает перед тобой на ножках такой солнечный живой одуванчик, а потом начинает угасать, превращаясь в восклизлый труп. Даже выжившие цыплята были какими-то нежизнеспособными. Выпустишь их погулять на травку и стоя рядом сторожи, иначе коршуну тащит или глупый цыпленок захлебнется в луже, а один цыпленок даже повесился, запутавшись в матке шпагата. Намучилась я с этими подыханцами и пожаловалась духовному отцу. — Батюшка, помолитесь, цыплята дохнут. — Он обещал помолиться. А мне велел заказать молебен священному ученику Власию Севастийскому, известному особо милосевым отношением к животным и не раз исцелявшему их. А дальше было вот что. Уцелевшие цыплят не только выжили и превратились в кур, но, к великому удивлению, Клавы стали дружно выводить уже своих цыплят. Удивлялась же Клава вот почему. Инкубаторские куры генетически дефективны и не склонны высиживать цыплят. У Клавы только одна курица села на яйца, да и то, не досидев, соскочила. А у меня в курятнике на всех гнездах сидят на яйцах на сетке и злобно шипят, не подпуская к себе. Кстати, они и к цыплятам потом никого не подпускали. Растопырят крылья, укрыв свое потомство. И только посмей приблизиться к цыпленку, долбанут клювом так, что ногу пробьют до крови. Было даже такой случай. В курятник Клаве забралась ласка и передушила половину кур. Клава очень расстроилась и стала ставить на ночь у курятника капкан. — Может, и мне капкан поставить? — спрашиваю Клаву. — Тебе зачем? У тебя кокоши, они ласку клювом забьют. Так я узнала старинное наименование на сетке — кокош. И через это слово стало понятней сказанное о кокоши в Евангелии. Иерусалиме, Иерусалиме, избивы пророки и каменьем, побивая посланные к тебе. — Калькраты, восхотев собрать и чада твоя, яка же кокош гнездо свое под крыле. Евангелие от Луки, глава 13, стих 34. А кокоши действительно самоотверженны и отважны в защите своего потомства. Бьются кокоши с хищником насмерть. И коршун, таскающий беззащитных инкубаторских цыплят, не посмеет приблизиться к кокошу. Словом, кокоши избавили меня от заботы о цыплятах. Цыплята у них были крепенькие, веселые и жили, как воробьи, независимые от меня жизнью. Накрошишь цыплятам вареных яиц вместе с запаренной молодой крапивой, а наседком насыплешь пшеницы, и никаких тебе больше забот. И кокоши сами по себе как-то жили и множились, давали по ведру яиц ежедневно, а через год у меня было уже под сотню кур. — Может, ты слово особое знаешь? — удивлялась Клава, не ходившая в церковь и не верившая в силу молитв. К сожалению, все мои попытки привезти Клаву в церковь не имели успеха, хотя на Пасху она ездила в монастырь светить куличи и ставила свечи к иконам. Но верить она по-своему верила, и об этих особенностях народной веры надо было рассказывать подробнее. Вера у Клавы была такая. Бог есть, но он далеко от людей на небе, а на земле человек, кузнец своего счастья. А еще она твердо верила, что после смерти люди не умирают, они живы у Бога. И с умершими у Клавы была своя связь. Бывало, просыпаешься рано утром, а Клава в слезах сидит на крыльце. — Что случилось? — спрашиваю. — Покойные мама и папа приснились. Стоят, как нищие, под окошком и хлебушка просят ради Христа. Вот напекла им ватрушек и булочек. Ты уж, пожалуйста, в церковь снеси. Именно эта любовь к родне определяла веру Клавы и ее представление о добре и зле. Старики, рассуждала она, были люди мудрые и лучше нас знали, что можно, а что нельзя. О том, что нельзя, расскажу на таком примере. В одной деревне умерла старуха-колдунья. Никакой родни у нее вроде бы не было, но тут приехала из города внучка-студентка. Бегает по деревне и умоляет всех в слезах. — Ой, помогите схоронить бабушку, я одна не смогу. Как я одна? Слезы тронули людей. Усопшую всей деревней проводили на кладбище, а на поминки никто не пришел. Девушка плакала, вспоминая, как ее мама бежала из деревни в город, потому что они были здесь для всех прокаженными. И дочь чернокнижницы никто бы замуж не взял. Наготовленное на поминки было немало. Не пропадать же продуктом. Девушка собрала со стола в корзину пироги, вина, закуски и решила раздать их по соседям. Но ни в одном доме ей не открыли дверь. Когда же студентка отдала бутылку водки пастуху Николаю, слывшему последним пропойцей, то этот спившийся человек с подчеркнутым презрением разбил бутылку о камень. — Придурки, отсталый, деревенщина! — закричала тут студентка. Да в Москве теперь колдуньи и магов ценят, и большие денежки платят им. Повезло же, — подумалось городским магам, — что они живут не в деревне, где люди брезгуют угощением со стола колдуньи, не желая прикасаться к скверне. Похожий случай был и в нашей деревне. У Пахомовны после отела захворала корова, и ее знакомый экстрасенс прочитала над коровой по книжке какие-то заклинания. Клава тут же прибежала ко мне и сообщила, волнуюсь, «Не бери молоко, у Пахомовны заколдованное у нее молоко». Шел январь святки. Деревенские коровы еще только собирались телиться, и молока в деревне пока не было. Молочка хотелось многим, но у Пахомовны его никто не брал. Однако и Клаве случалось попадаться на удочку современной магии. Хоть и называла она колдунов и экстрасенсов душегубами, про гороскопа говорила, что это дурь для дураков, а вот в лунный календарь она поверила настолько, что одно время донимала меня. Сегодня по лунному календарю надо сажать огурцы. Почему не сажаешь? Потому что оптинский старец Амвросий учил не верить астрологическим лунным календарям. Твой Амвросий жил в позапрошлом веке, а сейчас во всем мире прогресс. С прогрессом, однако, вышла неувязка. Огурцы, посаженные в рекомендованные астрологами сроки, почему-то не желали всходить, пришлось их срочно пересаживать. И Клава в знак протеста порвала газету с лунным календарем. Претерпев некоторые искушения с прогрессом, Клава все тверже доверилась опыту, выработанному веками народной жизни. Опыт же гласил, цитирую Клаву, «Берегись, огонь поедающий, например, быть беде, если впустишь в дом блудницу, ибо блуд — это огонь поедающий, а еще нельзя иметь дело с черноротами, то есть с людьми, привыкшими чертыхаться». И, наконец, огнем поедающей и истребляющим в пожаре дома для Клавы было воровство. Когда у бывшего монастырского рабочего сгорел дом, Клава ни на секунду не поверила объяснениям пожарных, что огонь, мол, занялся из-за неисправной проводки. «Причем здесь проводка», — говорила она. «Он же из монастыря, что ни по поди тащил. Вот и настиг его огонь поедающий». Словом, незначительное само по себе событие кражи тридцати кочанов капусты с моего огорода стало для Клавы грозным мистическим знаком и даже предчувствием некой беды. И беда действительно грянула. Начались кражи. Это тем более ошеломило людей, что дома у нас в деревне не запирали. И Клава, уходя в магазин, прислоняла к двери веник, оповещая тем самым односельчан, что дома ее нет. И вдруг оказалось, что запирать дома на веник нельзя. У пасечника Сафонова, пока он возился с пчелами, похитили из дома флягу меда, у Плюскиных украли кур, а у дачников-москвичей выкопали в их отсутствие с огорода всю картошку. Раньше, — взмущалась Клава, — вору отрубали руку по самый локоть, и никакого воровства в помине не было. А теперь что? А теперь, видно, настал для матушки России тот воровской час, когда руководящие воры прихватизировали за копейки заводы прииски, похитив их у народа, а воришки попроще стали тащить у соседей картошку и кур. При Ярославе Мудрым за воровство полагалась смертная казнь, а в правилах святителя Григория не Кесарийского, о грабителях, сказано, «Справедливым признается всех таковых отлучите от церкви, да никак и приедет гнев на весь народ». Святитель Григорий ссылается при этом на книгу Иисуса Новина, где рассказывается о том, как из-за воровства одного человека, а хана из колена Иудина, гнев Божий пал на весь Израиль, и израильтяне потерпели поражение в битве. Книга Иисуса Новина, глава седьмая. Но разве не то же самое происходит ныне, если воровство разрушает доверие людей друг к другу, а народ, утративший сплоченность, неизбежно обречен на поражение? Вот и у нас в деревне сосед начал коситься на соседа, а кто-то, не стесняясь, стал возводить напраслину на ближнего. Пчеловод Сафонов подрался с зятем, заподозрив его в хищении меда. Плюски навинили в краже кур паломников. Подозрительность, как яд, отравляла людей, и Клава решила выследить воров, подвязаясь в роли мисс Марпл. Клава азартно шла по следу воров, докладывая мне потом, что следы от протекторов с моего капустного поля ведут прямо к дому Васьки-шофера. А Васькин отец был точно вор. А еще подозрительны братья-грачи, нигде не работают, а шикуют в ресторане. На какие денежки, а? От этих пересудов было так тошно, что я отказалась выслушивать их. Я стараюсь, а ей безразлично, негодовала Клава. Да ведь с твоей же капустой все началось. Кража тридцати кочанов капусты была действительно первой в череде дальнейших хищений. Но никакая капуста не стоит того, чтобы изучать людей через прицел артиллерийской гаубицы. Всю Россию разворовали, а ей хоть бы хны, не унималась Клава. А вот это неправда. За Россию болело сердце. Однако как объяснить Клаве, что дом, построенный на песке, рушится совсем не потому, что его обокрали братья-грачи или олигархи? Как понять, наконец, всем сердцем, что Господь посылает нам скорби прежде всего для вразумления и исцеления души? Неожиданное вразумление по поводу краж было дано мне месяц спустя. Оказалось, что еще зимой я украла в храме галоши, то есть пришла в монастырь в валенках без галош, но почему-то забыла об этом и уходя на дело, чьи-то галоши, полагая, что галоши мои. Помню, как после кражи кошелька я возмущенно осуждала сведотатцев, ворующих в храме, и вдруг, сгорая от стыда, обнаружила у себя эту лишнюю пару галош, и каясь, вернула их в монастырь. А еще пришлось каяться по поводу кражи капусты. Но чтобы разобраться в хитрость плетениях этой лукавой кражи, надо рассказать сначала о нравах нашей православной общины, существовавшей тогда при монастыре. Вот почему начну с общины. Это было счастливейшее время нашей жизни, когда мы, новоначальные, решили подвязаться, как древние христиане, не полагая живот за други своя. Ничего еще толком не зная о православии, мы уже знали из опыта самое главное — Бог есть любовь, потому что любовью была пронизана жизнь. Вспоминается чувство растерянности, когда, купив избу возле монастыря, я обнаружила, что пол здесь сгнил и рушится под ногами, а печь, как змей Горыныч, отчаянно дымит. Как здесь жить? С чего начинать? А изба вдруг начинает заполняться людьми. «Хвала Богу!» говорит, входя в дом серп Николай. «Слава Христу!» откликаются украинцы западенцы. Ростовчане привозят доски для пола, и белорусский музыкант Саша уже весело стучит молотком, настилая новые полы. Чьи-то руки обмазывают и белят печь, а москвичка-балетмейстер Настенька Сафронова шьет для окон нарядные занавески с ламбрекенами. Работа кипит, и все поют Богородица, Дева Радуси. Радость переполняла жизнь. Если потом я сажала так много капусты, картошки, моркови, то потому что выращивалось это для всех. Огородничали мы под присмотром ученых-агрономов из Москвы, понимавших, что надо восстанавливать не только храмы, но и утраченную агрокультуру. Ассортимент овощей в деревне был в ту пору предельно убогим, о цветной капусте, например, здесь даже не слыхивали, а картошка была только кормовых сортов, очень крупная и очень невкусная. Варишь-варишь такую картошку, она не разваривается, а склизлая какая-то и пахнет химией. А настоящая картошка должна смеяться, то есть быть рассыпчатой и ароматной. В общем, ученые-агрономы снабжали нас элитными семенами. А возле дома Миши, ныне игумена Марка, была воздвигнута теплица промышленных размеров. Здесь будущий батюшка выращивал рассаду для общины, раздавал ее всем желающим и просил об одном, только не берите рассаду без меня. Однажды Миша задержался в командировке, а сроки посадки поджимали. Взяла я из теплицы без спроса тридцать штук капусты сорта «Москвич». Ладно, думаю, повинюсь перед Мишей, когда он вернется домой. Не повинилась, забыла, слукавила. И дал мне Господь эпитемью за эту кражу. Именно тридцать кочанов капусты и похитили осенью. Самое опасное было то, что воровство рассады не осознавалось как воровство, ибо давляла психология «все вокруг колхозное, все вокруг мое». И эта колхозная психология исподволь разрушала дух братства. Так вот о братстве. Иеромонах Василий Росляков, убиенный на Пасху 1993 года, чтил «братство», но отвергал понебратство, говоря, что оно уничтожает любовь. Между тем, плоды понебратства множились. Вот несколько историй из жизни тех лет. Поселилась возле монастыря трудолюбивая семья с тремя детьми. Муж строитель, а жена портниха, которую тут же завалились заказами. Одна монахиня, живущая в миру, попросила шитье рясу, а другая подрясник. Платить за работу им было нечем, и они лишь поблагодарили. Спаси тебя, Господи! Муж тоже увяз в делах братской взаимопомощи, потому что у такой-то сестры протекает крыша, денег еле наскребли на покупку шифера, и строитель работал бесплатно. Так и пошло. Все просят, помоги. Отказать в помощи было неловко, а уж тем более требовать плату за труд. В общем, подвязались мы с женой во славу Христа, а через год жена сказала, заплакав, уедем отсюда, а то не на что жить. В дневнике ермонаха Василия Рослякова есть запись «Горе отнимающим плату наемника, потому что отнимающий плату то же, что проливающий кровь». Преподобный записью связана такая история. Однажды отец Василий попросил иконописца Павла Бусалаева написать для него икону и сказал, что заплатит ему за работу. «Как можно, батюшка?» смутился Павел. «Я с вас денег за работу не возьму». Но отец Василий настоял на своем, а Павел рассказывал потом. «У нас тогда родился ребенок, и, честно признаться, мы очень нуждались». Мы с женой так обрадовались этому неожиданному заработку, что и не знали, как Бога благодарить. Рассказ о том, что отец Василий считал необходимым заплатить иконописцу за труд, я вычеркнула из рукописи книги «Пасха красная», поверив доводам рецензента, что само упоминание о деньгах принижает идеалы православного братства. Вот так и совершалась та подмена, когда братство с его любовью к человеку вытесняло бесцеремонное понебратство. И еще одна история. У нашей общины объявился спонсор-книгоиздатель, заработавший хорошие деньги на левых тиражах православных книг. Разрешение у авторов он при этом не спрашивал и гонорары им не платил. Но если российские авторы привычны к бесправию, то митрополит Антоний Сурожский хотел даже подать в суд на издателя, издавшего его книгу без разрешения и откровенно пиратским тиражом. Впрочем, до суда дела не дошло, его предварил Божий суд. Дом, книга, издатели и склад с пиратскими тиражами вдруг полыхнули огнем. И сгорел даже новенький автомобиль, находившийся тогда в другом городе. Вот и не верь после этого утверждением Клавы, что воровство это огнь поедающий. А вы заметили, сказал один монах, что искушения бывают обычно в празднике, когда особенно сильна благодать. Для меня таким особо благодатным днем стал праздник иконы Калужской Божьей Матери, когда через искушение с кражами вдруг открылись неосознанные прежде грехи, с той поры и вошло в привычку благодарить Господа за искушение и скорби, ибо, как писал преподобный Исаак Сирин, без попущения искушений невозможно нам познание истины. Иван Слепец, Симой Польщик и другие. Господи, дару любовь к ближнему, любовь непорочную, одинаковую ко всем и утешающим и оскорбляющим меня, так молился святитель Игнатий Бринчанинов, и мы старались стяжать эту любовь, помогали ближнему, чем могли, и не раз пускали шапку по кругу, чтобы в складчину купить дом для бедствующей семьи, а потом начались искушения. К монастырю потянулись люди, приехавшие сюда, как говорили в старину не ради Иисуса, а ради хлебокуса. Я семипольщик заявил однажды поэт-графоман, нигде не работавший, но при том убежденный, что жена и прочие серые личности обязаны кормить его. Это как семипольщик, не поняла я. В неделе семь дней, охотно объяснил он, и у меня все расписано, по понедельникам обедаю у Вознесенских, во вторник у Семагиных, а в среду, давай запишу тебя на среду, и ты по средам будешь меня кормить. Исключено, вот тебе лопата, вскопаешь грядку, тогда накормлю. А поселился семипольщик близ монастыря так. Жена выгнала его из дома, решив, что дешевле купить тунеядцу избу в деревне, чем всю жизнь содержать его. Как же мучились с семипольщиком в монастыре. Работать он не умел, поработает полчаса и убегает. Правда, через год он мог работать уже полдня. И все же на работу у поэта была аллергия, а у меня на него. Оголодався, мой польщик иногда заглядывал ко мне и получал свою тарелку супа. Но однажды, страдая аллергией на дармоедов, я не дала ему супа и отказала от дома. А только, как говорил оптинский старец преподобный Амбросий, убежишь от волка, попадешь на медведя. И сразу же после изгнания поэта в моем доме поселился незваный скандальный гость, слепец Иван, инвалид детства с весьма заметными дефектами психики. Глаза Ивану выколола мать-алкоголичка, решив убить младенца. Но добрые люди отняли у нее из уродованного ребенка, выходили, вырастили, а перед смертью пристроили в Энский монастырь. Там он и жил уже несколько лет и даже работал на послушании, качая воду на водокачке. А только была у этого младенца по разуму одна взрослая страсть. Временами ему так хотелось напиться, что он убегал из монастыря в поисках выпивки. Первым делом Иван потребовал у меня вина. А требовал он так, выл и визжал несколько часов подряд, пока я не сдалась и не налила ему стакан вина, правда, изрядно разбавленного водой. Ванечка, говорю, да как же тебя терпят в монастыре? Васька, монах, со мной сильно мучается, признался он честно. Упадет на колени и молится в слезах. Очень плачет, а терпит, потому что Васька монах. Господи, как же хочется возлюбить ближнего! А только как возлюбить его, если твой ближний нахал семипольщик или скандалист, требующий вина? Неприязнь к человеку разрушает душу, невозможно молиться и даже трудно дышать. Пожаловался я знакомому Ире Диакону на искушение с семипольщиком, а тот сказал, что человек, он как сосуд, сегодня грязный, а завтра Господь вымоет его. Вот я смотрю на таких людей и думаю, может, они спасутся, а я нет. О, монашеское долготерпение! Возится с семипольщиком год, другой и третий, пытаясь приучить его к труду, а рабочие монастыря уже бунтуют. Батюшка, уберите его от нас, за ним же всю работу переделывать надо, он лишь с виду бугай, а по жизни инвалид. И дал Господь инвалиду по жизни уже немнимую инвалидность. После инсульта он так и не оправился. И до самой смерти ходил с костылем, приволакивая ногу. Остав немощным, человек захотел работать. Бывало, все еще тонет в утреннем тумане, а он, хромая на костыле, уже обрабатывает свой огород. Картошка у него была крупная и очень вкусная, помидоры поражали изобилием, а пологорода занимали цветы. — Зачем тебе спрашиваю столько цветов? — Для жены. — Цветы она любит. Вдруг простит? — Нет, не простит. Как ни странно, но именно в состоянии крайной немощи он нашел себе надомную работу для инвалидов и стал хоть как-то помогать детям. Жена изумилась. Должно быть, медведь в лесу сдох, если их папенька стал заботиться о семье. Из любопытства она приехала навестить мужа и увидела тяжело больного и уже умирающего человека. А тот прыг-скок на своем костылике, парализованную ногу волочит, а все старается услужить. Вот огурчики с огорода, укропчик, а это родная цветы для тебя, прости, если сможешь, хоть перед смертью. Я всю жизнь тебе испоганил, а ты всем пожертвовала ради семьи. Жена сидела, онемев среди моря цветов, а потом взглянула на умирающего мужа и заплакала. Дождалась я тебя, милый, ох, как поздно дождалась. Субтитры Субтитры Субтитры